Если вы действительно понимаете блокчейн Если вы действительно понимаете каркас того, о чем мы тут говорим Не то, какая монета будет хайповый следующие 7, блядь, месяцев Нет, непосредственный каркас значения, который имеет блокчейн Что я не смог по-настоящему уложить у себя в голове Что меня потрясает, можете написать мне в директ и поговорить со мной об этом Это, я надеюсь, все мы можем принять следующее утверждение как правду Если вы действительно понимаете блокчейн Очень трудно понять, как Россия, Китай и Америка примут это и позволят этому случиться Я думаю, что это очень важно для всех действительно это понимать Если вы действительно понимаете, что делает блокчейн Он отнимает все рычаги воздействия, которые есть у стран в нашем мире Помимо их ядерных бомб и их армий Это существенно большая платформа Это революционный 2.0 всех вещей, которые интернет, друзья мои Начал кардинально влиять на нашу культуру Потому что он взял посредничество и отдал его обратно нам Все политическое, не только голосование То, о чем мы говорим Будь то я тоже, или жизни черных имеют значение, или что-либо еще Что хотя бы второстепенно по отношению к этим настоящим проблемам Я надеюсь, что все понимают, что все наши человеческие недостатки Были защищены средствами массовой информации последних 100 лет И они теряют свои рычаги Поэтому мы ведем другие дискуссии и прогрессируем Блокчейн переносит это дерьмо в совершенно, блядь, другое место И поэтому он гораздо более уязвим, чем, я думаю, этот зал понимает Параллельно, пока мы думаем о децентрализации Я надеюсь, что вы понимаете, что происходит по всему миру на уровне стран Потому что мы переживаем рост национализма Если вы думаете, что Америка воздвигает стены тарифами И настоящие обсуждаемые стены Посмотрите, что сейчас происходит в Индии Посмотрите, что происходит по всему миру Мы последние 70 лет видим, как страны активнее, чем когда-либо Воздвигают внутренние ментальные стены Которые находятся в абсолютном конфликте с чем-либо, что выглядит как блокчейн Это очень большой вопрос Тот, который обычно не пользуется уважением У людей, которые являются энтузиастами новых макротрендов Позвольте привести сравнение, которое будет для вас иметь смысл Когда Инстаграм скопировал функцию истории снэпчата И в целом довольно серьезно зарядил прямо в лицо снэпчату Он заставил всех в мире социальных сетей понять Что лучше не создавать функции Потому что способность компаний, таких как Facebook, Apple или чего-то соизмеримого Скопировать ее и предотвратить ваш рост Это очень серьезный момент Посмотрите на то, что происходит с движением скутеров Много городов и штатов не обманутся больше, так как они сделали это с Uber Интернет действительно поднасрал статус УКВО Люди, у которых есть рычаги, не будут просто сидеть с их ебучими руками на их, блядь, жопе И позволять блокчейну делать версию 2.0 всего этого Пожалуйста, поймите то, что если вы верите в нирвану Полного и абсолютного блокчейна в масштабе То вы говорите о существенной динамике уровня третьей, блядь, мировой войны И поэтому пока все бродят вокруг и думают о краткосрочной экономике И о быстрой прибыли, которую они получают на валюте, которая построена на основе этих сетей И о вовороте наизнанку, которую они совершили, чтобы поменять их краткосрочной жизни Что феноменально и вдохновляющее, и очень, блядь, круто Я надеюсь, здесь есть определенные люди, которые начали заглядывать на 5, 10, 20 лет вперед Потому что если вы это делаете, и вы задумываетесь об этом Экономика и, что более важно, наследие, которое вы можете оставить Становится замечательным И я уверяю вас, для всех, кто заработал пару долларов в своей жизни Очень быстро деньги перестают иметь значение И другое дерьмо начинает преобладать Так что Очень, блядь, круто, что вы сделали миллион баксов на какой-то дерьмокрипте Мне похуй Что меня волнует, это то, что вы здесь Что означает, что вы фундаментально в точке 0,001% общества в своих возможностях Я надеюсь, что вы приплюсуете значимый мыслительный процесс и стратегию к этому преимуществу Потому что когда я видел его у людей в социалках, и когда я видел людей в имейлах И в поисковиках, и в интернете самом по себе 99,9% все, блядь, запороли Потому что их интересовала краткосрочная выгода Потому что у них не было уважения к макровозможностям Итак, сейчас, когда цена взлетела так высоко, и вы уже удвоили свою инвестицию К концу года мы, по всей видимости, будем определенно в стадии пузыря И ваша прибыль будет еще выше Вы говорили, что покупаете биткоин не для продажи Но разве Майкростратеджи не будет забирать часть прибыли в какой-то момент, скажем, когда рынок дойдет до вершины И затем снова откупать, когда случится коррекция Или вы просто планируете ходлить через все циклы, знаете, невзирая даже на 80% коррекции и медвежий рынок? Да, но я немного не согласен с вашей характеристикой Я не ожидаю 80% коррекции Я не думаю, что это спекулятивный актив Я не думаю, что нужно забирать прибыли, как вы сказали Вы говорите, как криптотрейдер сейчас, так? Я имею в виду, может быть, вы просто делаете это, чтобы представить их интересы Но я не вижу мир таким Я думаю, что биткоин – это отличные деньги, хорошие деньги Технически лучший класс активов в сравнении с долларом, евро, песо и бульваром Сравнительно с фондовым рынком, с золотом, с серебром Сравнительно со всем, что вы можете купить Технически биткоин гораздо пизже, как класс активов Так что, когда вы говорите такую хрень Вы просто хотите увидеть, что я скажу обратно Я просто... Представьте, что я Аргентина, и вы мне говорите Ну что, продаешь доллары и покупаешь обратно песо В то время как песо дампится к доллару от 20 за доллар, к 40 за доллар, до 80 за доллар и далее Или, знаете, Венесуэла Вы думаете, венесуэльские компании будут забирать часть прибыли, продавая свои акции на фондовом рынке или доллары, чтобы купить обратно свои локальные валюты? Или Зимбабве Вы думаете, они будут забирать прибыли и возвращать свое фиатное говно? Понимаете, такой крутой актив, как биток, он будет идти наверх вечно Он будет идти наверх вечно Спасибо Сане Декри за этот фрагмент, который он нашел в Твиттере И спасибо, конечно же, Гарри Ви, монолог которого в начале Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!